так пойдем у меня есть пять минут буквально какой стадии у нас сейчас вопрос интернета на складе я вчера когда мне было решать вопрос я его заморозил и все побежал дальше за кубками заниматься моим планом это я скажу так не входило совсем забудь вы представляете люди он даже отказывается меня просто тупо уволить а я вот с удовольствием быть честное слово так дальше что у нас идет что у нас водителями какая ситуация с тем с тем водителем и точно предотвращаемся у меня на данный момент просмотр на приходил человек 10 я выбрал 2 сколько лет 446 старая да не суши а молодые нам не звонят вообще не не занят никто все только 60-летний звонят они первую очередь вылетели по виду молодых наверно сам точно это толковые мужики которые москву знают понимают мне кажется не будет с опытом ну конечно там 15 лет не понимаешь что нужно делать как что они правильно вопрос завтра у меня есть который завтра у нас выходит свой водитель супер на сегодня еду доставку вот за это сперва спасибо это круто так все с этим вопрос решен блин не прям вот сегодня исход нравится очень хорошо все у нас идет так по водителю по старому у меня вопрос долго он у нас перебрал денег я понимаю что сейчас всех будешь мою сторону кидать то что я позволил ему это сделать зафиксируй минус и все и забудь ты хочешь взять минус 40 тысяч рублей почему а сколько за две недели сколько он заработал он по-моему больше взял взял 30 и плюс продукция но когда такая штура нет там 30 и за 2 недель который примерно отработал так значит давай сегодня это даже если хочешь решай сам сегодня до вечера дача отдаем финансовому отделу генеральным директором как делала я я бы просто зафиксировать минус нам лучше потерять от 5 10 тысяч рублей чем терять вообще энергию на человека который тебе этого не достает ребят что вы поняли что у нас произошло немножко для камеры специально будет в общем у нас в субботу не вышел наш водитель ключи в пятницу он оставил на складе при этом не склад не об этом не знали и это спровоцировало не штатную ситуацию потому что если бы с вечера он сказал что он например суббота не выходит мы бы все заказа дали на доставку в итоге у меня была суббота распланирована по встречам по поездкам 8 часов меня будет ир и говорит у нас не штатная ситуация водитель сказал что он заболел он на минуточку он соврал что он заболел и что мы будем делать заказами в итоге что я прыгнул на машину и поехал развозить заказы в очередной раз прикрыл собой компанию в итоге когда я пришел на склад я увидел там ключи написал водителю как ваше самочувствие не получил ответа в итоге мы приняли решение что он действительно забухал в течение не он писал что у него горло болит у него там к врачу он сходил у него постоянно что-то происходит но мы приняли решение что мы его в любом случае увольняем но у нас был один очень сильный косяк то что несколько недель до этого он попросил деньги на машинку для детей стиральная машинка сломалась у него четверо детей мы с алексеем спорили к сожалению наверное этого нет на камере нет на камере на на камере этого нету то есть он буквально орал на меня благим матом грунт и чо охерел ни в коем случае нельзя давать наперед денег людям всегда нужно оставлять за собой право выбора в итоге мы пошли по моему пути нарушили все инструкции и в итоге потеряли деньги потому что водитель по факту забухал и мы от него избавляемся денег с него забрать но будем сейчас решать либо забирать через заявление в милицию либо будет по добровольному соответственно нам возвращать деньги заслужил за рабочим ребята будем делиться с вами лайфхаками на самом деле это все приходит происходит в реальном формате и это не постанова поэтому давайте пишите что интересно чего не интересно чем больше вообще раскрывать по таргету ты довольна отработка таргет нет конечно 60 заявок пролетело 20 процентов юлия говорит что у нас эффективные заявки с каждым за кадром вся заявка пролетела один заказ получили максимум и еще с этих 60 я получим еще несколько конечно я не смотрю сколько мы денег на это потратили если мы потратили 5000 рублей да супер классно если мы подать на 10 рублей уже уже больно порту тогда супер соответственно они даже купились и деньги в кассе юля молодец она вчера меня порадовал сказал что я закрыла первую сделку сделка небольшая на 5000 рублей но клиент уже оплатил с региона я говорю на красотка короче рабочий инструмент докручиваем топим на этом все супер так что ты хотел спросить вопрос потому что я не против пока чем есть вопрос по сборкам блин я просто не уверен что блин на сегодня входа 5 ночью не буду спать там не сильно блин тоже хер будет если не помогу потому что я не забываю о том же не особо типа молча не могу ночью потому что я встаю в 5 утра чтобы мне приехать на работу я сияние просто на 8 бы не вставал на обеду взять что про карл макс ты читал капитал очень плохо почитай это основа любых тренингов которые тебе будут по ушам ездить там написано что у тебя делать богаче мы снова что тебя может не у меня что очень большие уши нет присвоение нет я медную пушам будет ездить на тренингах присвоение я тебе не вешаю лапшу присвоение чужого труда делать человека пошли делать только богаче дело только одно то что призывал до хватит снимать я зарекся некоторое время назад что не буду заниматься больше подменой должностей других сотрудников но к сожалению алкоголь необязательность и т.д. и т.п. сделали свои дела но я не могу бросить компанию потому что но кто есть не нет если варакин соответственно сегодня пойдет мне помогать завтра никто не будет в офисе контролировать процесс но соответственно два человека будет выбиты ну а андрей я как обычно плюс еще новый проект которым нужно тоже заниматься и питер который я должен был завтра лететь ребят доброе утро 5 часов утра на дворе что самое время начать новый день как обычно пристегивайтесь и полетели а а а Субтитры сделал DimaTorzok